Ребята, всем спасибо еще раз, что вы пришли. Реально, ну, как бы очень рано, очень вчера была веселая вечеринка. Сложно будет докладывать, поэтому я постараюсь вас несколько не усыпить. Вообще, уже, наверное, последние две конференции речь идет о переходе на фри-то-плей. И как бы все всегда говорят, что фри-то-плей это деньги, фри-то-плей это то, фри-то-плей это все. Но никто не говорит, какие-то проблемы, соответственно, ведет. И как бы ребята хотят двигаться в сторону фри-то-плея, но не понимают, какие задачи перед ними будут стоять. Поэтому я сейчас постараюсь это осветить. Ну, обычно, на самом деле, все происходит с командой. У вас есть своя команда, которая делает игры, которая умеет делать игры, которая умеет делать премиум, которая, соответственно, генерит определенное количество проектов в год. И, соответственно, вы любите, верите и в нее надеетесь. Соответственно, эта команда в среднем генерит от 4 до 20 часов геймплея на одну премиальную игру. Это в целом нормально. Соответственно, там зависит от, естественно, геймплея, зависит от самой игры, но тем не менее. После чего эти 4-20 часов геймплея попадают в студии, в какой-то отдел маркетинга, который, соответственно, будет генерить какие-то маркетинговые асседы типа баннеров, типа иконок, еще чего-то. Очень много студий, на самом деле, держит таких ребят у себя внутри для того, чтобы, ну, хотя бы визировать эти вещи. Дальше маркетинг производит релиз, это попадает к пользователям и профит. То, соответственно, к чему стремились, вырабатывая проект. Теперь вот на эту схему я постараюсь, соответственно, сейчас кратко описать, что изменится, когда вы перейдете во фритуплей. Во-первых, позабудьте про 4-20 часов. Вам нужно будет генерить порядка двух месяцев геймплея тупо сходу, тупо с релиза. Потому что, соответственно, любой фритуплей – это длительное время игры. Это заставляет, ну, как бы правильный фритуплей, да, он заставляет в игру играть достаточно долго, причем с частыми сессиями, опять же, достаточно длинными, поэтому контента должно быть вот где-то так. Это с релиза. Дальше эти два месяца геймплея должны попасть в QA. Обязательно. Вот, опять же, без никаких или… Если в случае с премиум можно было посмотреть своей командой, сами разработчики, программисты, дизайнеры, художники, сколько там, ну, кто там есть. Они, соответственно, сами играют в результат своей работы, находят какие-то основные ошибки, там все дела. В случае с фритуплеем – нет, так не покатит. Потому что если у игры есть глюки какие-то, я не знаю, даже косметические, на которые обычно большинство разработчиков не обращает внимания и говорят, это косметик, можно выпускать как есть. Не, нельзя. Потому что если игрок видит, что игра содержит ошибки, что она некачественная, что у нее там, я не знаю, визуальные глюки, она выглядит неаккуратной, то они не хотят в это вкладывать деньги. Потому что сейчас на рынке, на том же App Store, на самом деле, очень много приложений, на которые пользователи жалуются, что они, допустим, там, не знаю, купили внутриигровых денег и при этом им не начислилось. Соответственно, в любом случае, ну, я не знаю, из этого зала, наверное, уже кто-то на такое попадал, и поэтому очень аккуратно уже пользователи смотрят на то, куда, в принципе, можно вкладывать деньги. Они как бы должны чувствовать себя безопасно. То, что происходило, соответственно, глюков не должно быть. После того, как QA, доблестная команда, соответственно, вычистила всех жуков, и вы это все дело зафиксили своей командой, нужно это передать в локализации. Потому что локализация – это хорошо. Если игрок играет в игру на своем языке, это значит, что он может, в принципе, продвинуться дальше, он будет, соответственно, более лоялен к этой игре, потому что, ну, вообще, по опыту, казуальные игроки, ну, не так, чтобы очень одаренные в знаниях языков. Поэтому, как бы, если там вы хотите получить максимальный профит с какого-то рынка, то в идеале вам нужно эту игру локализовать на этот рынок. После того, как сами переводчики, да, соответственно, прислали вам текст, и это обязательно должно… А, собственно, они сгенерили локализованную игру, и это, внимание, должно попасть в локализационный QA, потому что переводчики в большинстве случаев не смотрят на саму игру. У них есть тексты. Они, соответственно, себе в голове что-то придумали на тему этих текстов, они себе представили эту игру. Возможно, даже поиграли немножечко в эту игру. Это вообще здорово. После чего, соответственно, они начинают переводить вот целиком вот этот вот набор текста, потому что быстро-быстро-быстро, потому что надо срочно, сроки горят и так далее. В итоге вы получаете, соответственно, какой-то массив текста, который, соответственно, в большинстве случаев содержит ошибки как минимум косметические, типа там невлезания или еще чего-то, да, как максимум логические. Потому что, грубо говоря, там одно и то же слово можно перевести по-разному. Переводчик подумал, что это про одно, на самом деле оказалось про другое. В итоге у вас в игре, я не знаю, ну, вспомните старые переводы, еще пиратские игр, там, не знаю, где-нибудь на горбушке продавали. Очень и очень. Играть в это очень сложно. И только после этого проект попадает в маркетинг. Стрелочку надо тоже зачеркнуть. Вот. Соответственно, после того, как игра подобная, фри-то-плейная, попала в маркетинг, маркетинг там у себя варится каким-то образом. В целом в этом там особо разницы нет с этой точки зрения. Игра попадает в релиз, игра попадает к пользователям. Дальше пользователи генерируют самое интересное. Во-первых, это данные. Пользователи ведут себя в вашей игре не так, как вы запланировали изначально. В любом случае. Соответственно, они лазают не там, где надо, они делают не то, что нужно. Единственный способ это понять, это собирать аналитику. Собирать аналитику, смотреть, соответственно, для того, чтобы корректировать поведение пользователей. Вот пользователи нагенерили вам данные, вам нужно это как-то кем-то проанализировать. Это здорово, если как бы есть гейм-дизайнеры, которые в целом могут это сделать. Обычно нет. Обычно, ну, из того, что я видел, соответственно, народ начитается каких-нибудь интересных статей, ловится изучать данные, сам не понимая зачем и, соответственно, куда смотреть. Просто потому, что нет опыта. Это нормально. Это нормально, это здорово, это первый шаг, но, соответственно, это не очень помогает сделать хороший фри-то-плей с самого начала. Соответственно, вам нужен кто-то, кто будет это анализировать. После чего команда аналитики генерирует задачи, которые нужно, соответственно, выполнять командой разработки. Мы пришли в начало. Дальше. Пользователи. Еще раз вернемся к ним. Пользователи генерят фидбэк. Здесь у меня не сработало, здесь у меня там деньги не начислились, а там у меня упало туда-сюда. Этот фидбэк, соответственно, никто не хочет, чтобы это попадало непосредственно сразу в команду разработки, потому что всем пользователям надо отвечать. Если вы не отвечаете пользователям, пользователь недоволен, идет на App Store, ставит колл, говорит, фу, игра говно, не платите. Соответственно, вы получаете вместо пяти звезд своих заслуженных, потому что вы работали над этой игрой порядка года, вы получаете три звезды. Соответственно, игра падает в рейтингах на скачивание и так далее, вообще не очень круто. Не рекомендую. Поэтому вам нужна команда суппорта. Команда суппорта – это те самые обычные девочки, которые, соответственно, сидят в темной комнате, отвечают пользователям и говорят им, типа, мы приняли вашу заявку, спасибо вам большое, а, кстати, где у вас упало? Вот. Соответственно, команда суппорта варится вместе с пользователем в одном котле, и что? Все это переходит опять задачами в команду разработки. Много, да? Я еще не рассказал про то, что, соответственно, есть еще команда маркетинга, которая тоже присылает свои запросы. Мы хотим внедрить такую-то аналитику, мы хотим сделать то-то, мы хотим, чтобы в игре было то-то, а давайте еще запилим вот такой вот экранчик, будет у нас элитный апселл. Это все опять попадает в команду разработки. Надо понимать, что на самом деле такое количество задач, ну вот это вот все, да, такое количество задач требует автоматически от команды разработки намного большего времени в производстве, намного большего упорства для того, чтобы, соответственно, вот эти вот все входящие проблемы разрулить и сделать что-то новое, потому что как бы вам придется постоянно генерить что-то новое. Хуже того, вам нужно будет вот это вот все, вот это вот, да, уместить в бюджет своего проекта. То есть представьте, если раньше у вас было там, я не знаю, там, образно говоря, понятно, что команду разработки можно попилить еще там на программистов, дизайнеров, художников, еще чего-то, но берем это целостно. Образно говоря, что вам нужно будет вот это вот попилить на еще несколько команд, которые генерируют еще несколько ассетов, то, естественно, бюджет у проекта вырастает. Ну, то есть не надо думать, что можно сделать free-to-play за те же деньги. В целом можно, но это может сделать опытная команда, который я free-to-play делал уже очень давно. Так как, соответственно, обычно, да, премиальные команды переходят во free-to-play практически без опыта или с теоретическим каким-то опытом, то надо понимать, что будут ошибки, будут итерации, это все нужно будет, соответственно, как-то там, я не знаю, это все потребует времени и в итоге увеличит общий бюджет проекта. А теперь самое страшное. Вот это все, вот этот весь цикл, который, соответственно, происходил, вам нужно будет потом повторять каждый месяц. Каждый месяц вы должны будете генерировать порядка, ну, уже не два месяца геймплея, допустим, один месяц геймплея, который будет попадать в QA, в локализацию. Локализация в свой QA, в маркетинг. Потом у вас будут приходить данные, вы должны будете это анализировать. И быстро-быстро это все дело вставлять, соответственно, в следующий апдейт. Это очень-очень-очень сложно. Серьезно. Это реально сложно. Потому что, как бы, если в случае с премиалками, да, ну, опять же, я говорю не за всех, я говорю за то, что я видел. Я видел много студий, которые так работают. И в случае с премиалками вы можете съехать там, ну, на месяц, допустим. Потому что, значит, захотели запилить там какую-то новую фичу. На два легко можно съехать. Потому что, опять же, там есть что-то интересное, что можно добавить. Если вы запустите апдейт своего free-to-play проекта на два месяца, вы тут же, тут же перечеркнете все усилия маркетинга, которые были до этого. Это не шутка. Это не преувеличение. Так и есть. Соответственно, это надо понимать. Но, я вот так вот сейчас вроде страшно говорил, да, но надо еще понимать, что вы получите уже не такой профит, как вы получаете с премиалок, а это будут совершенно другие цифры. Соответственно, они того стоят. Но, опять же, да, я призываю, прежде чем, соответственно, ломиться во free-to-play, хорошенечко подумать, как вы будете справляться со всеми этими задачами. Потому что их много, и обычно, соответственно, еще раз, да, обычно опыта команды не хватает. Поэтому подумайте. Вот. В целом, если сравнивать, то вот вы можете, я постарался, так сказать, рядом, чтобы вы еще раз посмотрели, насколько премиум отличается от free-to-play. На самом деле, это, наверное, все, что я хотел на сегодня рассказать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Нет? Да. Меня зовут Тарас. Если будет по теме презентации, то есть могли бы вы немножко рассказать, ведь кроме самого перехода технологического, насколько я понимаю, еще должна меняться сама механика. То есть вопрос, готовы, не готовы геймдизы к тому, то есть как строить новую механику, вот как подойти к решению этой задачи. Если, ну, это вложится, вот как-то вот. Ну, на самом деле, я так понимаю, что у нас есть немножечко времени. Я, в принципе, вкратце могу рассказать. Это вопрос такой длинный, не на две минуты. Поэтому, на самом деле, опять же, все зависит от игры. Во-первых. Во-вторых, обычно, опять же, с точки зрения того, что я вижу в других студиях, есть два типа геймдизайнеров. Есть геймдизайнеры, которые сходу начинают орать платье и везде ставят паеволы. Вот. Есть второй тип геймдизайнеров, которые говорят, нет, игрок не любит фри-то-плей. Фри-то-плей его напрягает. Именно поэтому мы сейчас, значит, везде монетизацию выкрутим. Она будет очень плавная. Если игрок захочет, он сам нам денег принесет. Нет. Оба варианта нет. Соответственно, должно быть что-то среднее между этими двумя. То есть, с одной стороны, да, нужно игрокам дать понять, за что они будут платить, во-первых. То есть, это должно быть очевидно, профиты с этого должны быть очевидны, и игрок тогда, скорее всего, захочет платить. Вот. Именно про сами конкретные шаги, что нужно, чтобы монетизировать игру успешно, это уже скорее в частном порядке. У нас есть, собственно, я тут, кстати, не написал имейл. Это, наверное, мой косяк. Вот у нас вот есть баннер. Внизу баннера написан имейл. Я не знаю, я могу его на стол поставить. Можно написать нашим девочкам, прислать свою игру. Мы, соответственно, на нее посмотрим и, я не знаю, поанализируем, что с ней можно сделать с точки зрения. Можно мне писать, да. Но я, правда, отвечаю редко. Простите. Я надеюсь, что я встретил вопрос. Есть еще какие-то? Нет? Окей. Всем спасибо. Я очень рад, что вы пришли. Мне было приятно. Молодцы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...